здравствуйте уважаемые друзья и гости моего канала меня зовут татьяна и я рад вас приветствовать на моем канале сегодня будет очень интересный видеоролик как-то не так давно я написала статью об использовании мхов лесных мхов а также сфагновых полотнах мхов и в создании той статьи мне попалась очень интересная информация про кокедамы и вот в этом видеоролике я сделаю такую посадку забегая вперед скажу что я осталась очень довольна и мне очень понравилось надеюсь этот видеоролик понравится и вам вы с удовольствием используя проведете время на моем канале и так я реализовала свои мысли и немножко отступила от тех правил по которым создаются кокедамы просмотрела немало видео и всяческого материала и все-таки решилась на свою версию сегодня будет посадка такого растения как хедера либо как в народе его называют плющ в начале лета я приобрела у местного цветовода вот такое растение горшочек был довольно пышней некоторые черенки отмерли ну это видимо недавно был начеренкованный но с момента покупки прошло уже немало времени и моя хедера прижилась череночки пошли в рост и заметно отросли сегодня как раз вот этот экземпляр я и буду обыгрывать кокедамы как раз таки ему требуется пересадка перед пересадкой я как следует пролила растения скажу что этот плющ пьет немало гораздо чаще чем орхидеи мне приходилось его поливать забудь про полив и его листочки тут же начинали отсыхать скручиваться и покидать стебель корневая система развилась достаточно мощная и сейчас я сделаю замену верхнего слоя грунта и добавлю удобрений вырезала кружок из нетканого материала простегала его по окружности ниткой составила грунт в равных пропорциях взяла питательную цветочную смесь и торфяную с добавлением перлита немного подсобрала нитку у меня получились вот такие бортики у моего кружка и начинаю заполнять питательной смесью также в качестве подкормки я добавила осмокот вот такие гранулы пролонгированного действия длительностью на 7-9 месяцев и практически целый год мне не придется делать корневые подкормки того количества что я добавила вполне хватит этому растению для развития тем более хедера не такое уж и требовательное растение и не требует частых подкормок постепенно наполняя кружок почет смесью и затягивая нитку я получаю как бы шарик постоянно поправляя и утрамбовывая затягиваю нить очень хорошо одновременно руками стараюсь придавать круглую форму этому шарику и на данном этапе мне уже очень нравится как получается на самом деле при создании кокедам используются плотные грунты составе которых очень часто используют садовую землю а также с большим процентом глины для того чтобы сформировать плотный земляной ком но я решила так не делать и в качестве уловителя почвы чтобы она не вымывалась я использовала нетканное агроволокно то самое что и использую иногда для орхидейных посадок чтобы корни не убегали в дренажные отверстия далее я размочила уже сухой мох сфагнум он стал опять влажным податливым и выкладываю вот таким кругом чуть больше чем вырезала шаблон из агроволокна в центр я укладываю слой мхак гораздо толще ставлю уже упакованное растение и как бы облепливаю мхом посадку далее я взяла обыкновенные швейные нитки и начала обматывать этот шарик вот таким образом формируя одновременно более ровный четкий шар плотно затягивая нитки процесс довольно творческий и временами мне где-то казалось что не хватает третьей руки ну либо чьей-то помощи но все вполне реально сделать и одному нить постоянно держу в хорошем натяжении и в итоге получаю вот такой шарик очень компактный плотный и на данном этапе мне уже очень нравится и казалось бы все но здесь я принимаю решение завернуть этот шарик еще в один слой мха лесного мха который я сняла с пня и в данном случае мох сфагнум здесь будет выполнять еще одну функцию не только увлажнять корневую систему сохранять влажность но а также на мхе сфагнуме очень хорошо приживается лесной мох конечно в процессе эксплуатации такой посадки буду смотреть и наблюдать как будут себя чувствовать все растения и мхи и хедера для меня это первый опыт и мне очень интересно вообще смотрев в интернете варианты таких посадок мне очень понравилось существуют даже целые парящие сады из таких шаров сделать такую посадку можно практически для любого растения подойдут и адениумы и плющи и даже кактусы причем кочку можно формировать не только круглой формы абсолютно любой какую только позволит ваша фантазия итак я сделала такую же намотку плотной нитью и лесной мох стал выглядеть вот таким образом какие-то небольшие кусочки мха которые выбивались из общего кома и нарушали геометрию я подстригла стала еще более аккуратней ну а веточки хедеры которые отросли пока еще не такие длинные но торчащие я тоже решила по-своему оформить создать необыкновенную форму ввести этот плющик сейчас не как лиану в процессе бы эти вети не спадали и росли бы вниз если разместить где-то около стены либо опоры то этот плющ с удовольствием также будет цепляться и прирастать к поверхности немного поразмышляв я решила использовать вот такую довольно таки плотную проволоку в оплетке и скажу сразу что более тонкая проволока не подходит она сгибается практически не проникает в плотный шар и плохо удерживает вот эти упругие стебли которые норовят вот-вот отскочить от этого шарика и вот с помощью такой сильной плотной проволоки мне удалось зафиксировать стебли хедеры очень надежно при помощи нескольких самодельных скобочек из проволоки я пришпилила все стебли где-то местами получилось что проволока виднеется но для меня это не критично а в основном петельки утопились так что их практически и не видно за листиками и во мхе да и проволоку я использовала ту которая попалась под которую нашла но если немного подготовиться заранее то можно и проволоку найти в тон данной посадки впоследствии будут отрастать еще стебли можно будет формировать различными образами какие-то стебли отпустить и отрастить им длину какие-то вновь подкалывать на шарик причем у хедеры есть одно свойство из каждого междоузлия уже на зрелой части стебля могут отрастать корешки и этими корешками она может уходить в посадку либо цепляться за поверхность опоры надеюсь что моей хедере такая посадка понравится вот такой вариант у меня получился пока это первый шарик я буду следить за состоянием растения наблюдать делиться своими наблюдениями с вами но в готовом варианте мне все очень очень понравилось не замысловато но очень оригинально согласитесь смотрится очень классно такой вариант можно даже использовать и для подарка растением в горшочке уже не удивишь а вот именно в таком варианте очень даже и оригинально согласитесь мало у кого можно увидеть такие посадки только наверно у самых искушенных и продвинутых ухаживать за этим комом будет довольно просто но по крайней мере не сложнее чем за горшечной посадкой тут же из своего нового опрыскивателя я орошила и ком и листочки и данная посадка заиграла еще лучше можно использовать полив и погружая такой ком прям на несколько минуточек в воду а можно каждодневным опрыскиванием подвесив или поставив на глиняные тарелочку смотрится еще изящнее вот такая посадка у меня получилось надеюсь мой видеоролик вам понравился и вы приятно провели время на моем канале ну а на этом все до новых добрых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok